На выставке 40 лет назад представлена визуальная и сувенирная продукция времен строительства БАМа. Научные сотрудники решили в юбилейный год для Байкала Мурской магистрали показать некоторые моменты из жизни, приехавших на стройку комсомольцев. Улица имени 17-го съезда ВЛКСМ. Это вообще такая история, с которой началось строительство Большого БАМа. Почему Тынецкие улицы названы так, а не иначе? Отдельная история. БАМ строили люди почти 100 национальностей. Память о посланцах советских республик до сих пор имеется в названиях некоторых улиц. Когда наш город разрастался за счет временных поселков, а их было очень много, очень много. И улицы появлялись самые разные, конечно, отображались события. В честь интернационального содружества строителей БАМа стоит памятная стыла на границе Амурской области и Саха-Якутии. Она выполнена в виде канавязи и как раз посвящается интернациональному содружеству строителей БАМа. «Мы строим БАМ, БАМ строит нас» – такой лозунг венчает экспозицию. Он был весьма популярен среди строителей в 70-х годах прошлого века. Люди ехали на БАМ только поверхностно, зная, в каких условиях будут жить, работать. Но они были мотивированы тем, что они едут строить большую-большую стройку, строить дорогу огромную, 3500 километров длиной. И когда они сюда приехали, то действительно характеры их стали закаляться. В начале строительства магистрали на всех ее участках были созданы музеи. На востоке – в Ургале, на западе – в Севербайкальске, на центральном участке – в Тынзе. В конце 70-х годов в комсомольских рядах появилась идея создания учреждения, которое освещало бы историю всей Байкало-Амурской магистрали. Так появился нынешний музей истории БАМа. А вот этот олимпийский мишка не совсем обычный. Символ Олимпиады-80 сделан на уроках один из школьников города. Сегодня нам говорили о строителях БАМа, то есть откуда они приезжали, какие бригады были. И мне кажется, это тоже немаловажно, потому что народы, строящие БАМ, они были все вместе, они были как такой единый организм. И мне кажется, нужно знать, с чего он состоял, то есть какие люди здесь были и благодаря кому мы сейчас живем в этом городе. Маленькая, но содержательная выставка будет действовать еще месяц. А всего в цикле мероприятий, посвященных 40-летию БАМа, научные сотрудники покажут 42 выставки. Большая часть из них передвижные. Их будут вывозить в образовательные учреждения города. Фаина Мухина, Владимир Андреянов. Наши новости.